Доброе утро, крымчане! Двух телеканалов «Первый Крымский» и «Крым-24». И делать мы это будем с такой экзотической локацией Академии архитектуры и строительства. О том же, что наши телезрители ожидают в течение следующих двух часов нашего эфира, узнаем дальше. Массандровский дворец Александра Третьего в рекламе не нуждается. А вот массандровские гроты известны немногим. К тайнам подземелий прикоснулся Александр Ткачев. Красота спасет мир. Как прошел конкурс «Мисс Крым-2019»? Кто удостоился звания самой красивой девушки полуострова? Покоренный бастион. Захват в заложнике, повышенные физические и психологические нагрузки. Реальная стрельба. Как выжить в экстремальной ситуации, расскажет Александра Карнович. Воздушная скорая помощь. Крымская санавиация после 30-летнего перерыва снова набирает высоту. Подробности рассказала с Илья Салямова. Об этом и не только в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Сразу же хочется выразить благодарность нашим партнерам компании «Фавилла», которая предоставила вот эту мебель. И я думаю, самое время перейти к новостям. В трубах вместо воды воздух и крысы. И за это еще и платить нужно. Именно так живут жители села Мичуринское Белогорского района. О том, как дойдет до них цивилизация и когда это произойдет, узнавал наш корреспондент Екатерина Серегина. Центр района почти тысячи жителей. А воду сюда подают один час. В два дня Галина Кончакова успевает набрать 200-300 литров. Земля есть. Вот 17 соток с домом земли. Ну, половину тут огорода сажала раньше. Но сейчас невозможно с этой водой. Но и тот ресурс, что есть, используют только на технические нужды. Для питья не годится. Вода вот такая вот с осадком, потому что там один известняк. Один известняк у нас. Мы на извести живем. Ну, какая может быть другая вода? А вот еще проблема. Из-за того, что трубы два дня простаивают, в них набирается воздух. И этот воздух куда должен уйти? В счетчики людям. Сначала идет воздух, потом еще с воздухом. И так почти до самого конца. Вода с воздухом. И брызгает, и фыркает, и харкает. А цифры крутятся. Получается, деньги местных жителей в прямом смысле идут на воздух. Но это еще не самое интересное, что выходит из водопроводных труб в Мичуринском. У себя дома в прошлом году я вытащил разложившуюся крысу. А сестра, которая живет на улице Кирова, в этом году трижды доставала и крысу, и воробья, и что-то похожее на змею. Пробурить скважины и оборудовать личные колодцы люди не могут. В 90% случаев упираются в скалу. У жителей многоквартирных домов свои нюансы. Набираем 700 литров при помощи электронасоса, но самотеком вода туда не поступает. Приходится включать дополнительный насос. Дополнительные затраты на электроэнергию. Плюс 140 рублей. В неделю Айдер Джапаров, муж и отец, тратит на питьевую воду. Ее семья покупает, но чаще люди пользуются источником. За питьевым ресурсом жители села приходят в это место. Здесь расположен родник, где и набирают пригодную для употребления даже в таком виде воду. Пока мы снимали сюжет на водозаборное сооружение села, приехал рабочий. Открутил краны и закрылся в здании для насосов. У вас, в принципе, плановые работы? Девушка, я не даю комментариев, я вам сказал. А вы сейчас запускаете воду, да, получается? Я сейчас сижу, просто сижу. Он посоветовал обратиться за комментарием на предприятие «Вода Крыма», что мы и сделали. Но пока начальник Белогорского участка в отпуске. За темой продолжат следить Екатерина Серегина и Андрей Заричный. Новости 24, Белогорский район. Туристы уехали, а мусор остался. Таким образом, к концу летнего сезона на побережьях появляется все больше огромных свалок. По статистике, больше всего мусора оставляют те, кто отдыхают дикарями. А о том, как же сейчас выглядят самые живописные места полуострова, и что же будет дальше с этими свалками, вы узнаете из нашего специального репортажа. Еще теплый морской бриз разносит по берегу пластиковые бутылки, банки, пакеты. Свалки в 20 метрах от кромки воды. В нашей стране в последнее время набирает популярность экологический туризм. Суть его в том, что люди, приезжая в новое, необычное место на экскурсию, затем вместе с гидом наводят там порядок, убирая мусор за другими туристами. Мы бы, конечно, поддержали эту инициативу, но наших усилий здесь явно недостаточно. Возможно, экотуризм в Крыму и приживется, но явно не скоро. Алексею и Виктории, хоть и без экскурсии, а пришлось устроить уборку перед тем, как разбить лагерь. Найти чистое место на косе Беляус не так просто. Красивое место, и когда его человек сам загаживает, это очень красиво, конечно, и неприятно, потому что человек все равно сюда возвращается. Мы за собой мусор сюда вывозим. То, что можно сжечь, мы сжигаем, а все остальное забираем с собой. На первый встречный нам мусорный контейнер выбрасывается. Те, кто явно провел здесь не один день, обустраивались. Раздевалки даже уборные оставили, видимо, до следующего приезда. Самые чистоплотные отдыхающие бросают пакеты с отходами вдоль дороги. В надежде, что их соберет мусоровоз. Впрочем, местные рыбаки замечают, хоть туристов с материка и стало больше, свалок поубавилось. Тут собирают. При России это не такое, как при Украине было. А как было? Сейчас мусоровозки ходят, собирают вот там мусор. Мусор здесь и правда убирают. Экоакции проводят регулярно. Последние месяц назад. Было проведено масштабное мероприятие по уборке мусора по инициативе администрации Черноморского района. При участии индивидуальных предпринимателей района было вывезено 60 кубов мусора. Привлечено 6 единиц техники. Правда, курортный сезон продолжается. И пляж за это время снова оброс свалками. Коса Беляус не относится ни к сельсовету, ни к Черноморскому району. Земля республиканская. За прошедшие два года нами было выявлено более 40 свалок отходов на данной территории. Возбуждаются административные дела. Разыскиваются виновные. На сегодняшний день проводятся мероприятия по передаче данного земельного участка, который расположен за границами населенных пунктов. На сегодняшний день находится в собственности республики Крым. Муниципальную собственность. В данном случае это позволит, во-первых, муниципалитету содержать данную территорию в надлежащем состоянии. То есть будут установлены контейнерные площадки, будет систематическая уборка этого мусора. А на мысе Фиолент в Севастополе не только бытовой мусор, но и строительный. Гости города в шоке от увиденного. Приезжаю постоянно сюда. Ну, конечно, смотреть на это неприятно. Ходим по Фиоленту, отдыхаем, наслаждаемся пейзажами, красивым видом. Ну, к сожалению, печально видеть, что в данное время засоряют строительным мусором такие хорошие места. Хотелось бы, чтобы это прекратилось. По словам севастопольцев, свалка образовалась еще неделю назад. И никто, похоже, не собирается ее расчищать. Балановское водохранилище в Белогорском районе не менее живописно. Подаем посреди леса зрелище для эстетов. Найти места, где в выходные были отдыхающие легко по следам костра. Повсюду пустые бутылки и стаканы. Много туристов и у горы Аккая или Белой скалы. Семья Мищенко приехала из Эстонии, чтобы сделать здесь памятное фото. Мы ездим сюда больше 40 лет. Вначале на самолетах летали, потом на машине. И каждый раз находим для себя новые, интересные, замечательные места. Вот сейчас мы на Белой скале. Первый раз заехали за все это время. Удивительные виды. Отдыхающие здесь и со всей России. Их радует состояние крымской экологии. Воздух совсем другой. Я приехал из загазованного Краснодара. Там дышать немного сложнее. Здесь, в принципе, довольно чисто. А здесь проблем нет с этим. Но я не вижу таких серьезных проблем. Только с начала года в Крыму выявили почти 400 новых свалок. 350 из них уже ликвидировали. Всего же на полуострове еще остается более 500. За незаконный сброс мусора привлекли к ответственности 139 виновников. Штрафов выписали на полтора миллиона рублей. А в водоохранных зонах Крыма уже в этом году станет чисто. Свалки на Беляусе и в других частях побережья уберут. Республиканские власти уже выделили на это 16 миллионов рублей. Марина Осокина, Александр Федорчак, Анастасия Соснина, Анатолий Агеев. Новости 24. Симферопольский спортсмен Глеб Бокши стал чемпионом мира по боксу. Как известно, парень сражался в категории до 75 килограмм. Титул, кстати, он завоевал в поединке против филипинца, которого уверенно победил. А когда возвращался чемпион наш в столицу полуострова, его встретил наш корреспондент Александр Лисиченко, который расскажет подробнее. Крупнейший боксерский турнир планеты приняла Россия. В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. Ни санкции, ни международные блокады не помешали празднику спорта стать рекордным по количеству участников. На ринг вышли 467 боксеров из 88 стран. Главный фаворит, безусловно, сборная России, в составе которой выступил и крымский боксер Глеб Бокши. Одержав пять побед в пяти поединках весовой категории до 75 килограммов, Симферополит завоевал золотую медаль и титул чемпиона мира. Четыре часа утра аэропорт Симферополь только что совершил посадку самолет, на котором домой вернулся. Теперь уже чемпион мира по боксу Глеб Бокши. Спешим к терминалам, чтобы встретить чемпиона. Как только Глеб выходит в холл аэропорта, к нему бросаются друзья и коллеги по цеху. Спортсмены, тренеры и руководители Крымской Федерации бокса. Цветы, поздравления и многочисленные фото прибытие спортсмена превращается в настоящий праздник. Мы провели просто сумасшедшую работу. Вот я безумно рад, что это все закончилось. Впереди еще много-много работы, поэтому не хочу загадывать. Сейчас немного будем наслаждаться моментом и потом уже в путь. Завоевав титул, Глеб Бокши стал вторым чемпионом мира в истории крымского бокса и третьим заслуженным мастером спорта. У нас Глеб за всю историю крымского бокса получился второй чемпион мира. Первый чемпион мира это был Александр Усик. Он в 2011 году в Баку занял первое место на чемпионате мира. Глеб за всю историю второй человек. На этом чемпионате мира Глеб выполнил норматив заслуженного мастера спорта по боксу за всю историю крымского бокса. Это третий заслуженный мастер спорта. Значит, первый был это Доценко, Усик и вот Глеб Бокши. В режиме видеозвонка Глеба поздравляет и главная звезда крымского бокса Александр Усик, по стопам которого уверенно направляется новый чемпион. Финальный бой Глеба Бокши состоялся в субботу, 21 сентября, однако основным поединком категории стал четвертьфинал, в котором крымчанин одолел главного претендента на титул олимпийского чемпиона 2016 года, кубинца Арлина Лопеса. Боксировали с кубинцем, олимпийский чемпион, но впереди были тоже серьезные соперники, поэтому на каждый бой настраивался по-разному на самом деле. И я не могу сказать, что уже в полуфинале я там как-то относился к сопернику несерьезно, то есть со всей ответственностью мы отнеслись, у нас был план, мы ему следовали и все, слава богу, окупилось. После победы над Лопесом Бокши в полуфинале справился с бразильцем Эбертом Соузой, а в финале единогласным решением судей победил филиппинца Эмира Марсиале. На протяжении всего боя крымчанин владел инициативой и во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Филиппинец продолжил поединок, но что-либо противопоставить россиянину ему так и не удалось. Сегодня у Глеба Бокши будет лишь несколько часов для того, чтобы отдохнуть от перелета. Уже во второй половине дня он примет участие в официальной пресс-конференции, а завтра его ждут торжественные мероприятия по случаю победы. Александр Лисиченко, Руслан Князев, новости 24, Цимферополь. Утром, когда я просыпаюсь, собираюсь и выхожу на работу, по моим ощущениям, уже убедительная осень, которая даже претендует на Новый год без пяти минут. У тебя нет такого ощущения? Кстати, глазом моргнуть не успеешь, как и зима уже настанет, там и Новый год. Тем не менее, я хочу обратить твое внимание, что бабье лето пришло, и ты, наверное, сегодня с утра торопилась, собираясь на работу, а вот я обратил внимание, что все-таки сегодня было уже немножечко потеплее. Не могу, к сожалению, с тобой согласиться, мне было прохладно, но да, действительно, синоптики вроде как передают, что будет потепление на территории Крымского полуострова. Но я думаю, что стоит показать нашим телезрителям, какая же синоптическая ситуация ожидается сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В последнее время все чаще на лавках специализированных магазинов можно увидеть различные статуэтки из шоколада, различные сумочки, футболочки, кроссовки, да, что только сейчас они делают, мастера своего дела. А самое интересное, что не только вот такие вот изделия, но и действительно громоздкие и шедевральные даже, я бы сказала, скульптуры также создают из шоколада, который можно съесть. Если бы я не знал, что эта фигура сделана из шоколада, ни за что бы не поверил. Вы только посмотрите, там и меч, и щит, и доспехи, все в деталях проработано. Я просто не представляю, как вот такое можно потом есть. Поднимется ли у кого-нибудь рука вот, чтобы съесть потом всю эту фигуру? Я думаю, что поднимется. Слушай, а вот тебе бы понравилось, если бы вот такой вот подарок из шоколада бы тебе подарили? Я был бы в растерянности, потому что смотреть красиво, скушать хочется, а сделать ничего с этим не можешь. Ну да, согласна. А вот какую бы ты скульптуру, например, хотел бы в подарок? Действительно, вот как у нас на видео, щит, меч, да, вот такой властный рыцарь или все-таки что-то попроще? Может быть, маленькая машинка? Как ты думаешь? Я никогда об этом не думал. На досуге обязательно вернусь к этой теме. Но пока что предлагаю двигаться дальше. И сейчас мы поднимемся не просто дальше, а вверх. Поговорим о космическом событии. 25 сентября уже завтра стартует запуск космического корабля «Союз МС-16». И что интересно, есть такая у космонавтов традиция. Каждый раз они выбирают какую-нибудь игрушку в качестве индикатора. Индикатор этот указывает на то, что гравитация перестала действовать. И вот в этот раз в открытый космос... Что же игрушка была в этот раз? Расскажешь. В этот раз уже завтра в космос направится единорог. Капитан космического корабля выбрал его не случайно. Дело в том, что это любимая игрушка его дочери. И даже сын, даже маленький сынишка подтвердил выбор, согласился, одобрил этот выбор. И вот единорог полетит. А я думаю, это действительно такая интересная новость. Но я предлагаю из космоса переместиться немножечко ближе к Земле, так сказать, на улице нашего Крымского полуострова, где сейчас находится мобильный корреспондент Александр Кононов. И хотелось бы услышать, какими впечатлениями сейчас он с нами поделится. Доброе утро. Доброе утро, Саша. Доброе утро, коллеги. На часах 7 часов 20 минут. Я прямо сейчас нахожусь на одной из центральных улиц города Симферополя. И, как обещают нам синоптики, уже очень скоро потеплеет. Начнется с этой недели бабье лето. Будет тепло, сухо и довольно-таки не пасмурно. Пока что, как вы видите, небо над моей головой чуть-чуть затянуто. Поэтому, если вдруг вы не хотите рисковать, то я настоятельно рекомендую на всякий случай с собой взять зонтик. А то мало ли что вдруг может произойти. И синоптики, знаете, это дело такое. Бывает иногда и не угадывают. Умеренно юго-западный ветер принесет на полуостров теплый воздух. Температура ночью прогреется до плюс 16 градусов. А днем до плюс 24. Можно будет по-прежнему ходить в футболках. И поэтому в результате повышения температуры повышается и пожароопасность в наших лесах. Поэтому, друзья, я настоятельно рекомендую беречь природу и не жечь там костры. Море у берегов Крыма в среднем где-то прогреется до плюс 20 градусов. За последние 130 лет самая максимальная температура, которая была в Симферополе, это 31,4 градуса в 1937 году. Минимальная температура это 3 градуса по Цельсию в 1921 году. Также сегодня отмечается день преподобной Федоры Александрийской. С этого дня начинается золотая осень. И обычно последние грозы перед началом зимы где-то вот в эти дни заканчиваются. На этом мой стрим подходит к концу. Передаю вам слово, коллеги. Внимание, объезд! На улице Александра Невского стартует второй этап ремонтных дорог. И в связи с этим с сегодняшнего дня участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого будет перекрыт. По другому маршруту не так, как прежде будет, естественно, передвигаться общественный транспорт. И сейчас схему движения вы как раз видите. Особое внимание просим обратить на то, что в зоне работ нельзя оставлять личный транспорт, так как его эвакуируют. Ну и автомобилистам, конечно же, советуем заранее продумывать план того, как вы будете добираться в любую точку города. Но планируйте это заранее. Я думаю, телезрители это учтут. А нам я предлагаю двигаться дальше. И хотелось бы поговорить на тему мастер-классов, семинаров различных, которые проводят и в которых принимают участие люди, которые искренне желают повысить свои профессиональные навыки. Ты, так сказать, слышал что-то о таком, какие проходят семинары в ближайшее время? Конечно же, слышал. И это всегда актуально, потому что люди, те, которые болеют своей работой, которые любят ее, всегда хотят разбираться в ней лучше, делать ее лучше. И сейчас даже, мне кажется, такое направление набирает большие обороты. И, кстати, наши коллеги этим тоже не брезгуют. Тоже посещают всякие мастер-классы, семинары. И вот существует один такой в Крыму очень серьезный комплекс, целый комплекс мероприятий. Экстремальный, я бы сказала. Экстремальный. Называется он «Бастион». Комплекс этот ежегодный. Ну а более подробно расскажет об этом Александр Карнович. На колени встали! Встали, любили! Давай, давай, шевелись! К телому вниз опустили, к земле, блять, прижали! К земле, блять, прижали! В крови, на коленях, ползком, с мешком, на голове и связанными руками. Здесь никто не думает о содранных кровь в руках, ссадинах на теле или шуме в ушах. Все мысли заглушает автоматная очередь. Страх, боль и желание выжить. Вот что чувствует человек, попавший в плен. Пусть даже не настоящий. Бастион – это курс у спецподготовки сотрудников СМИ, работающих в экстремальных условиях и горячих точках. В этот раз в плен попали 35 российских журналистов. Мы убьем ваших друзей. Заводет! Пойдем! Отстрелять! Как вести себя с террористами, реагировать на их требования и самое главное – выжить. Ответь на эти вопросы здесь получаешь не в теории, на практике. Он на нас работает! Я с кем не разговариваю! Вы что, надвохли, что ли? Испытание, которое выдержали не все. А ведь это лишь один из этапов курсов. Тише, тише. Помощь пути, все хорошо. Так, держим руку, ребят, держим руку ему. Остановить кровь за считанные секунды. При повреждении бедренной артерии человек умирает от кровопотери в течение трех минут. Именно поэтому огромное внимание на бастионе уделяют тактической медицине. Шигут нужно повязать обязательно два раза, чтобы перетянуть артерию. Но у меня нет. Поэтому мы запоминаем время половины четвертого ровно. Занятия не прекращаются даже в дороге. По легенде, просто у меня ранение головы. Называется это повязка, как я уже сказала, чипец. Дело в том, что мы тренируемся не только непосредственно на бастионе, на курсах казарми, но и даже в дороге. Сейчас мы едем в другую военную часть. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя, говорят нам командиры. Это самое берегите себя, от которого начинаешь переживать еще больше. Если честно, мы еще не понимаем, что здесь будет происходить, знаем, что идем. Идем вперед. Очень много военной техники и танки, и БТР, и говорят, стрелять сегодня даже из танков будем. Но вышло все по-другому. Мы оказались не в танках, а под ними. А я люблю военных, красивых, здоровенных, еще люблю крутых и очень деловых. Может быть, если господин танкист услышит эту песню, он не так сильно по мне проедет. По-моему, сработало. Куда лучше, чем моя попытка уйти от группы вооруженных бойцов. Ну вот, собственно, и началось. Бежим! Ничего не понятно! Что там про романтику полевую говорят? Кажется, я не проникнула абсолютно, потому что кричат, стреляют, все горит. Ну, ад какой-то. С какой стороны был обстрел? С той? Куда я побежала? В первую очередь надо было определить, с какой стороны произошло нападение. И гораздо быстрее двигаться. Во-первых, я труп. В первую очередь из-за того, что побежала не в ту сторону, побежала в сторону обстрела. Во-вторых, я, в принципе, далеко никуда не побежала. Легла буквально в трех-пяти метрах от БТР. Ну и дальше, когда были определенные команды на поддействие, я их не соблюдала. Медленно двигалась. Непростительная ошибка. С террористами нельзя пререкаться. Нужно строго выполнять команды и внимательно смотреть себе под ноги. ОЗМ-72 или «Лягушка» свое название получила неспроста. Дело в том, что когда механизм срабатывает, мина подпрыгивает до полутора метра. Радиус поражения этой конструкции до 30 метров в диаметре. До 30 метров она убивает все живое вокруг. На чеку нужно будет не только в районе минной опасности, но и даже, казалось бы, в безопасной обстановке. Ведь каждое принятое решение распространяется на всех участников курса. Вот таким вот образом мы ждем, пока наш товарищ найдет свой рюкзак. Наказание у всех общее, даже если провинился один. В этом году «Бастион» прошел уже в 19-й раз. Одни журналисты после курсов отказываются от работы в горячих точках. Другие сразу из казармы отправляются освещать военные конфликты. Александр Корнович, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Вот недаром говорят, что красота спасет мир. А спасет ли, а если спасет, то когда, как и о других подробностях нам сейчас расскажет Дарья Обухова, убийца мисс Крыма. Кстати, буквально на этих выходных прошел очередной конкурс, о чем мы сейчас и поговорим. Доброе утро, Дарья. Доброе утро. Доброе утро. Традиционный вопрос для наших гостей. Как началось, Саша? Мое утро началось, естественно, с наведением марафета. И, в принципе, наверное, оно на этим и закончилось. Ну и, конечно же, чашечка чая. Даша, скажи, пожалуйста, вот сразу же хочу такой вопрос. Ты принимала участие в конкурсе. А вот как у девушки, какие у тебя были впечатления, когда вот красивые купальники, вот находишься на вот этом вот подиуме, что ты чувствовала, когда вот именно процесс был самого конкурса? На самом деле это очень волнительный, трепетный такой момент. Но каждая девочка, она все-таки действительно девочка, ей женское начало. И все это очень импонирует, очень нравится. Ты чувствуешь себя в индустрии красоты. И это не может просто не нравиться. И, естественно, ну я ощущала себя комфортно. Мне подходит такая атмосфера. И, как по мне, было очень здорово. А подготовка долго длилась? Вот что вы делали, когда готовились к конкурсу? Вот вы с конкурсами были? С участниками? Подготовка у нас была 7 дней. Мы каждый день репетировали. Помимо репетиции у нас были выезды. То есть мы развивались не только в подготовке к конкурсу, но и творчески нас пытались развить также. Мы ездили на гольф. То есть нас учили играть в аристократическую игру в гольф. И как успешно? Думаю, да. Но у нас у многих у девочек получалось. А для чего? А какой в этом смысл? Это чтобы красота была везде, даже в гольфе? Нет, чтобы девочки могли просто открыть для себя что-то новое. Помимо конкурса, то есть помимо подготовки, есть еще вот такие мероприятия. Также мы ездили в ресторан, где шеф-повар нас учил готовить фирменное блюдо. И это также послужило нам на пользу, я считаю. А какое блюдо готовили, если не секрет? Не секрет. Мы делали салат с различными ингредиентами, которые уже были подготовлены заранее. Но получилось вкусно. Вот наверняка сейчас о будущем конкурсе задумываются наши телезрители, смотря на тебя, да? Думают тоже, вот хотелось бы принять участие. И вот как же все-таки принять участие? Куда обратиться? К кому обратиться? Ну, я нашла, как бы, конкурс по социальным сетям в Инстаграме, написала организатору и отправила свои параметры, фотографии, на что мне ответили согласия. У многих девочек есть такой шанс. В следующем году он обязательно будет. И я считаю, что каждой девочке нужно попробовать себя. Это отличная возможность проявить себя, показать. И я думаю, что это очень здорово, потому что конкурс действительно достойный. А вот по параметрам, это возраст, вес, рост. Как вот вас оценивали на отбор для конкурса? Ну, важны, да, очень визуальные данные, рост важен. И, конечно же, параметры. То есть, ну, параметры варьируются в зависимости от того же роста, чтобы общая картинка просто была. А вот рост 170 и выше или как, 180 и выше? Или не было четких каких-то прям вот границ? Я на самом деле четких границ не знаю, но предполагаю, что от 170. А где же проходил конкурс? А конкурс проходил в МРИ, то есть в Ялте. И вся подготовка тоже была в Ялте. Хорошо. А сколько конкурсантов было? Сколько по времени это весь процесс этот занял? Всего девочек было 15. По времени это была как раз, ну, подготовка была, соответственно, неделю. И сам конкурс, ну, для меня он был на одном дыхании. Я даже не заметила, как он подошел к концу. Но в общей сложности где-то часа два, то есть это было шоу. Именно это не только наши выходы, были различные презентации, артисты. Было здорово. Даша, признавайся, конкурс талантов был, я уверен. По-моему, ты уже говорила об этом. Что ты делала, что показывала? Кстати, конкурса талантов не было. То есть был общий конкурс танцевальный, где можно было так же себя проявить. По отдельности или группой вы танцевали? Нет, группой. Мы выходили группой. Это был танец в купальниках. То есть была общая хореография, но при этом каждая девочка могла показать себя как-то с нужной стороны. Свою индивидуальность. Да, да. И это была вот такая вот возможность показать свои творческие какие-то грани. Ну, вот на этом все. Кто был во главе судейской коллегии? Что за судьи были? Кто эти люди? И на что в первую очередь они обращают внимание? Ярким представителем судейства была мисс Крым 2018, то есть прошлого года, Яна. Потом был мэр города Ялты. И еще несколько представителей других, и спонсорства, и другие, в общем, люди. Обращали больше всего внимания, мне кажется, на уверенность. На уверенность девушки, то, как она себя чувствует на сцене, то, как она может себя преподнести, показать свои выгодные стороны. Я думаю, что это было в приоритете. Легкость. Наверное, мне кажется, вот ты уже говорила про легкость, да, что у тебя вот легко на одном дыхании все это прошло. Наверняка же тоже не осталось без внимания. Да, я думаю, что да. Нужно просто понимать, зачем ты приходишь на конкурс. То есть очень многие считают основной целью победа и какой-то титул. На самом деле, самое интересное – это подготовка. То есть тот момент, когда ты готовишь себя и морально, и физически тоже. Потому что были различные испытания, которые нужно пройти. И я считаю, что девочки вообще поменялись за время конкурса. Ну, в том числе и я, конечно. А вот скажи, а был конкурс «Ответ на вопрос»? Да, это был интеллектуальный конкурс. Он был самым неожиданным, самым интересным для жюри, для гостей. Потому что мы никак не могли к нему подготовиться. То есть вопросы задавали спонтанно члены жюри. Даша, здесь вынужден тебя перебить. Время у нас подходит к концу. Хочу поблагодарить тебя за интересный рассказ. Потому что, наверное, Ире было больше, но и мне. Интересно. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас была Дарья Обухова, вице-мисс Крыма. И то мероприятие, которое прошло на днях, наверняка собрало уже в интернете очень много просмотров, лайков. А о том, что собирают просмотры и лайки, также, может быть, даже в большем количестве, мы узнаем прямо сейчас. Желание людей оптимизировать пространство удивляет. Небольшая черная посылка после распаковки превращается в огромное мягкое кресло. Домашние питомцы в восторге. Как хорошо теперь можно отдохнуть на таком высокотехнологичном троне. На первый взгляд можно подумать, что мужчина таким необычным способом избавляется от стресса. Но на самом деле это авторская методика скульптора Джона Линдоу. После работы с молотком следует кропотливая работа с зубилами и шлифовальной машиной. Ее результат восхищает. Работая на вершине китайской веерной пальмы с бензопилой, мужчина не предполагал, что от трения мохнатый ствол дерева может воспламениться. Остается только гадать. То ли мужчина забыл элементарные физические законы, то ли растение таким образом решило отомстить своему губителю. Кто возьмет билета в пачку, тот получит водокачку. Креативности хозяев этого милого животного можно только позавидовать. С таким подходом к зарабатыванию денег финансовые дела быстро пойдут в гору. Пылевой демон. Так называют местные жители водовороты из песка. Вихревой поток воздуха – маленький посланник большого урагана, прошедшегося по штату Айдаха. Маленьким зрителям лучше поскорее укрыться в надежном месте. Настоящий помощник. Карапуз старательно складывает постельное белье в стиральную машину. И хотя полотна ткани в несколько раз больше, чем он сам, Малыш уверен – чистота в доме превыше всего. Хочется отметить, что действительно люди все больше становятся осознанными в плане экологии, в плане чистоты. Но, к сожалению, не всегда и не везде. Таким образом, на одной из улиц города Симферополя мы можем видеть на том видеоролике, который сейчас предоставили вам, сколько пакетов, бумаг и прочего выброшено на улице. Просто немыслимо. Трудно представить, как на уровне всей этой экологической образованности, экологического развития, которое сейчас идет, почему вот такое все-таки имеет место, почему такое происходит. Хотелось бы обратиться к горожанам. Все-таки это город, в котором мы живем, в котором будут жить наши дети. Поэтому давайте все-таки соблюдать его чистоту всем вместе. Да, я хочу поддержать твои слова. И действительно, просто хочется в очередной раз напомнить, что давайте уважать не только себя, близких, но и Землю, и также окружающих людей, с которыми мы ежедневно взаимодействуем. Но я думаю, что не стоит здесь заострять внимание. И мы пойдем дальше. И хочется такое маленькое объявление для наших телезрителей. Рассказать о том, что для детей в возрасте от 12 до 16 лет планируется провести мастер-класс, который под названием «Как создать успешный медиапроект». Вести будет известный режиссер. И пройдет данное мероприятие 10 октября в четверг в 17.00 в Крымском республиканском пресс-центре, как я уже говорила, в городе Симферополе, по улице Козлова, на улице Козлова, 45А. А вот... Такой уникальный шанс пропустить, пропускать не стоит. Всем, кому интересно медиа-развитие в той или иной степени, рекомендуем посетить этот мастер-класс и узнать, может быть, подчеркнуть для себя что-то новое. Я уверен, так и будет. Да, я бы хотела еще уточнить для людей, которые действительно сейчас заинтересуются, возможно, мамы, папы увидят и думают, что вот хочу своего ребенка отвезти, продиктовать номер телефона, по которому можно позвонить и спросить все вопросы, которые интересуют. Также, возможно, записаться уже на мастер-класс. Так, плюс 7978-873-24-74. Ну, а прямо сейчас мы переходим на улицы столицы полуострова, где уже работает наш мобильный корреспондент Александр Кононов. Давайте узнаем, что же он для нас приготовил. Саша. Доброе утро, Саша. Да, коллеги, прямо сейчас я нахожусь по улице Студенческая, 14, возле телерадиокомпании «Крым». И хочу всем напомнить, что мы переходим на цифровое вещание и что с 14 октября уже полностью отключится аналоговое телевидение. Почта Крыма с этого понедельника начинает рассылать специальные памятки, в которых будет указано, как можно перейти будет на цифровое вещание, с помощью чего и какие каналы будет принимать телевизор. Я напомню, что цифровое телевидение – это абсолютно бесплатно. Это картинка очень хорошего качества и, конечно же, звук очень четкий. Кстати, вот в эти выходные в Симферополе прошел забег, где приняло участие 200 человек, в том числе и сотрудники Министерства информации Крыма. Длина дистанции составила 5040 метров. Ровно столько башен обеспечивает цифровое телевидение на территории всей страны. Все крымчане, которые не успели еще перейти на цифру, могут воспользоваться телефоном горячей линии. Вы можете прямо сейчас это сделать, я вам сейчас продиктую его. Это телефон региональной горячей линии, где вы можете задать все интересующие вас вопросы по цифровому вещанию. Я еще раз хотел бы напомнить, что 14 октября мы полностью перейдем на цифру. Кстати, в отделениях, если вы не знаете, где купить приставку, то я вам скажу, что в отделениях почты Крыма по фиксированной цене 995 рублей вы можете это сделать. Малоимущие граждане при этом получат компенсацию. Цифровой формат на территории Крыма обеспечивает 38 вышек. На этом, коллеги, я заканчиваю свое вещание, передаю вам слово. Спасибо, Саша, но мы продолжаем наш эфир и нашим телезрителям. И, кстати, тебе, Ира, тоже хочу напомнить, что на территории полуострова продолжается кампания по вакцинации. Обращаю ваше внимание, что сделать это можно абсолютно бесплатно для всех жителей. Для этого важно просто прийти в поликлинику, в больницу, где вы и получите инъекцию, которая может вас защитить и даже защитит вас от заболеваний от серьезных последствий болезни. А вот ты уже сделал вакцинацию? Да, я уже сделал. Я был, наверное, в числе первых, кто пошел, потому что не хочется зимой болеть. Самое интересное, кстати, хочу обратить внимание, что даже после вакцинации заболеть гриппом можно, но стоит понимать, что болезнь пройдет намного быстрее и не будет тех самых осложнений, которыми, кстати, грипп и опасен. И в продолжении темы хотелось бы рассказать в целом о работе медиков, о врачебной деятельности, потому что это важно. И если так можно выразиться, в конце осени, с наступлением холодов, зимой, к ним целый аншлаг людей, потому что многие заболевают. Но, кстати, санитарная медицина, об этом вот хотел бы рассказать. Правда, вот сейчас понимаю, что знаю я об этом не так много, как наш корреспондент Салия Салямова, которая продолжит эфир. Год назад Юрий Харченко, повидавший горячие точки Северного Кавказа и Ближнего Востока, был командирован в Крым. Здесь впервые за 30-летнюю карьеру летчик сел за штурвал не военного, а медицинского вертолета. Теперь к 3000 летных часов прибавились и сотни спасенных жизней. Незначительные порывы ветра будут незначительные. То есть вот тот холодный фронт, который вчера проходил с ветром, он сейчас ушел. И вот у нас, так сказать, идет сейчас тыловая часть холодного фронта, которая сопровождается ослаблением ветра. И, ну, к сожалению, могу сказать, что завтра будет дождик. В санитарной авиации нелетной погоды не бывает, а значит, любой поступивший звонок может поднять вертолет в небо, прежде чем сесть. За штурвал у Юрия Харченко есть всего полчаса, чтобы проложить маршрут, рассчитать предельный взлетный вес, запас топлива, минимальную безопасную высоту и скорость полета. Летаем мы практически каждый день и совершаем от двух до трех вылетов. Иногда, иногда даже чаще. То есть каждый вылет и каждый день. В переводе с татарского «Ансад» значит «простой». Вертолет отечественного производства действительно прост как в управлении, так и в содержании. К тому же легкий маневренный может сесть в самых труднодоступных местах. Будь то плохая дорога, крыша здания или кукурузное поле. И самое главное, оснащен всем необходимым медоборудованием, что позволяет врачам на борту поддерживать жизнедеятельность пациента. Здесь есть прибор для вентиляции легких, а также кардиомонитор и инфузионные насосы, что служат для дозированного введения лекарства во время перелета. Именно все это оборудование делает «Ансадзе», как ласково его называют сами пилоты, воздушной реанимацией или авиационным реанимобилем. До Керчи на автомобиле 3-4 часа, на «Ансадзе» 60 минут. В распоряжении небесных хирургов не так много времени, ведь нередко речь идет об инсультах, инфарктах, сложных травмах. И сегодня санавиация действительно самая скорая и надежная помощь. Мы перевозим и новорожденных, которым буквально даже нет и одного дня. То есть несколько часов, вот такие, здесь такие детишки, очень-очень маленькие, которые требуют повышенного внимания, требуют аккуратности в полете. Вторым днем рождения санавиации в Крыму считают июль 2017-го. Сейчас она снова набирает высоту. Уже 22 больницы обзавелись вертолетными площадками. В ближайшем будущем их станет в два раза больше. С Илья Салямова, Руслан Крахлов. Утро нового дня. Ира, я вот знаю, что ты занимаешься спортом. Я вот хочу убрать пару лишних килограммов. Подскажешь как? Я знаю, кто тебе подскажет, и я уверена, что прямо сейчас нам и стоит туда направиться. У нас в студии в гостях сегодня тренер проекта «Акулия Сушка» Владислав Кравченко. Доброе утро. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Как началось оно? Наверняка со спорта, дайте угадать. Ну, с зарядки, да. С зарядки. С зарядки? С позитивом, да. А вот что вы делали? Приседали, отжимались. Какую зарядку вы делали? Самое простое, то, что учили, можно сказать, в школе разминка, там, шейного отдела. Все простое. А на шпагатый садитесь? Или это не входит в зарядку? Это не мой, я так не умею. Не ваш профиль, да? Да, не мой профиль. Хорошо, давайте сразу же перейдем к проекту. «Акулия Сушка», что это за проект? Давайте расскажем нашим телезрителям. Ну, это фитнес-проект, в котором люди с лишним весом худеют за деньги. Ничего себе. А лишний вес – это сколько? 5, 10, 20? Тут уже, ну, отобраны разные люди с разным весом, поэтому ростовые категории тоже влияют. Поэтому кто-то весит 150 килограмм у нас пришел с лишним весом, кто-то 80, а кто-то 70. Вот. А призовый фонд за деньги – это за сколько? Ну, вот главный приз – это человек, который скинет максимальное количество килограмм – это 50 тысяч рублей. Также еще есть второе, третье место, которые будут награждены тоже призами. А сейчас вот есть статистика, сколько уже жира утекло, если ты так можешь сказать? Или только начальный этап. Ну, да, проект уже, в принципе, прошел экватор, уже 4 недели прошло. Вот. В принципе, все участники, всего участников 12 в проекте, которые участвуют, уже, ну, у всех есть результаты. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Пока что некоторые тренера скрывают количество килограмм, которые скинули. Малышайные, триггеры. Да, поэтому все будет известно. В конце уже. А вот как участники настроены? То есть они все прям вот выполняют? Или есть какие-то сложности? Вот разные нюансы бывают? Конечно, большинство людей, которые пришли на проект, пришли за результатом туда. В первую очередь, ну, не за деньгами даже, а за результатом. Вот. Кому-то тяжело, кто-то настроен прям серьезно и пашет прям каждый день, приходит. Ну, это я про своих говорю. А вот сколько, я могу, да, на «ты», сколько вот у тебя твоих подопечных, так сказать? Всего два человека, ну, всего шесть тренеров в проекте, каждому тренеру по два человека, да. Два человека, ты гоняешь, да, наверное? Мальчик и девочка вот у меня в проекте. Один вот весит, пришел с весом 147 килограмм, и девочка 63 килограмма. 63? А зачем же ей хуже? Она маленького роста, вес тоже лишний есть. То есть вы взяли ее в проект, да, независимо от того, что... Да, да. Ей, в принципе, скидывать, ну, 12 килограмм, это было бы очень хорошо. А вот как здесь разница понять, да, вот человек пришел, у него 150 килограмм, а у девочка 63? А как, кто больше... У него же изначально больше веса, он же и так... В конце будем подсчитывать также в процентном соотношении, кто больше скинул. То есть если он там 15-20 килограмм скинул, а она 10, то, скорее всего, выиграет все равно девочка, потому что ее соотношение веса изначально было меньше. Но все равно... Все продумано. Но главный приз все равно получит, который больше всех килограмм скинул, независимо от соотношения веса. А вот что в программу входит? Там тренировки, может быть, какие-то еще семинары, рассказывайте, вот что-то. Вот что вот в этом проекте, помимо тренировок? Помимо тренировок у нас также есть выездные съемки, на которых происходит самое интересное, я так считаю. Там происходят тренировки более в игровой форме. Вот, допустим, на этой неделе мы ездили в Алушту два раза в неделю. Там проходили различные игровые формы тренировок, плавание, лазертак даже был. Плавание? А не холодно еще плавать-то? Ну вот во вторник было еще тепло. Наша погода уже чуть похолодала к концу недели. Как сами участники настроены? Вот чувствуется, что боевой настрой и будут сражаться до последнего? Да, происходят даже небольшие конфликты среди участников, потому что все хотят выиграть, грубо говоря. То есть нет такого, что все живут на одной территории. Все дома просто приходят на тренировки, то есть в таком режиме. А вот хорошо, если команды, даже соревновательный дух между участниками есть, а вот между тренерами тоже есть, наверное, чтобы его... Конечно, конечно есть, да. Потому что, допустим, у нас были в Гагаринском парке гонки на катамаранах. То есть каждый тренер все равно хотел, чтобы его команда победила. Ну и были реально зарубы такие, ну и даже конфликты тоже небольшие, чтобы его команда победила. А вот будут как-то награждать, выбирать и тренера, чей участник выиграл? Ну, это я еще точно не знаю. Наверное. Было бы тоже хорошо, да? Да, было бы немного, да. Когда же этот проект можно по телевизору-то увидеть? Зрители наши уже много слышали об этом? Уже вышла вторая серия. Каждую субботу в 10-15 выходит новая серия. Уже вторая была. И вот самый главный вопрос. Можно победить, если втянуть живот? Как-то вот можно обмануть жюри, обмануть всю эту процедуру? Только внешне обманите, но все равно результат будет на весах. Если все расскажут, понимаешь? Залтурить не получится, не буду. Да. Но у нас, к сожалению, время подходит к концу. Хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, возможно, заинтересовали их посмотреть ваш проект. Наш проект? Проект, да. Я бы хотел сказать, что каждый человек, который с лишним весом и хочет похудеть, обязан посмотреть этот проект, потому что там собраны люди разного калибра, и каждый человек показывает результат, независимо от их возможностей. Поэтому все, кто хочет похудеть, обязательно смотрите наш проект «Акулья Сушка». Спасибо большое. А мы напоминаем, что в студии был Владислав Кравченко, тренер проекта «Акулья Сушка». Ну, а дальше мы переходим к событиям, которые вошли в историю, в мировую историю. Об этом прямо сейчас. 24 сентября 1852 года француз Андрей Жефар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем. Аппарат поднялся в воздух с парижского ипподрома. Из-за сильного ветра набрать необходимую высоту было крайне сложно. Однако пилоту удалось достичь отметки в 1800 метров. После чего машина, благодаря особому рулю-парусу, смогла сохранять устойчивое положение и маневрировать в горизонтальной плоскости. Преодолев запланированное расстояние, дирижабль благополучно приземлился вблизи города Трап. Длина сигаровидного летательного аппарата составила 44 метра, диаметр 12. Вместе с паровым котлом, который обеспечивал движение машины, ее масса достигала всего лишь 150 килограммов. Примечательно, что Андрей Жефар не имел никакого инженерного образования и трудился простым рабочим в железнодорожных мастерских. Воздухоплаванием начал интересоваться после того, как в качестве пассажира совершил несколько полетов на воздушном шаре. Хочется поблагодарить наших партнеров, а именно компанию «Фавила» за предоставленную мебель и также Академию архитектуры и строительства за предоставленную вот такую вот экзотическую локацию. Локация действительно экзотическая, а не менее экзотическим будет и наш следующий репортаж о Массандре, который подготовил для вас наш корреспондент Александр Ткачев. Сразу за этим шлагбаумом начинается Ялтинский горно-лесной заповедник. По дороге, которая поднимается вверх, находится знаменитый Массандровский дворец. Менее популярны Массандровские или Воронцовские гороты. Для того, чтобы попасть туда, нам нужна маленькая неприметная тропинка, начинающаяся слева от дороги. Она пролегает по крутому склону, петляя между густыми деревьями. Но, несмотря на резкий подъем, дышится легко, чему способствует свежий горный воздух. Мы находимся в настоящем кедровом лесу. Большая часть этих благородных деревьев была посажена здесь в первой половине 20 века. Сегодня можно сказать, что кедр полностью натурализовался, потому что прекрасно размножается самосевом. Вот здесь небольшая группа самосевных кедриков. Часть из них имеет традиционную зеленую окраску, а вот этот единичный экземпляр окрашен в сизый цвет и называется глаука. Однако далеко не все сеянцы станут деревьями. Одни вытопчут, другая часть не выдержит конкуренции с остальными растениями. Посмотрите, как в этом лесу себя хорошо чувствуют кедры. Вот этому самосеву, наверное, года 3 или 4 лет через 120 будет большим и мощным деревом. Первоначально эти угодья принадлежали фамилии Воронцовых, потом их выкупила царская семья. В советские годы здесь был организован санаторий для трудящихся, а потом резиденция для высших партийных чинов. Эти бетонные столбы – остатки ограждения сталинской дачи, которая располагалась на территории Массандровского дворца. Но интереснее всего арматура, она без зазубринок. В таком виде ее выпускали до 40-го года. Удивляет качество 80 лет, а местами даже сохранились много вверх и посреди огромные клыбы. Этот хор сформировался в результате древних землетрясений. Волуны накатились друг на друга и образовали полости между собой. В 19 веке по заказу графа Воронцова в Навале вырубили ступени. А я предлагаю пройти в глубину этого грота, где находится алтарь. С ним связана одна очень интересная легенда. Согласно поверью, в этом подземелье императору Александру Третьему явился дух крымского святого иеромонаха Матвея. Он предсказал скорую гибель в железнодорожной катастрофе под Харьковом всей царской семье. Но обещал отвести беду молитвами. И в действительности авария случилась, но никто серьезно не пострадал. В честь этого события император-миротворец велел в Массандровском гроте высечь крест и устроить площадку для моления. Ходы этих пещер очень лабиринтные, здесь легко заблудиться. Есть даже легенда о том, что где-то здесь располагается вход в пещеру, которая своими лазами уводит далеко в подземелье Массандровского дворца. Если не потеряться и выбрать правильную тропинку, то по каменным лестницам через гроты и арки можно выбраться на самую вершину. Вот мы и поднялись на вершину Массандровского хаоса. Здесь нас встречает мужевельник высокий, крымский эндемик четвертичного периода с уже созревшими шишкоягодами, потрясающая панорама Массандровского дворца и амфитеатр Ялты. От красоты и свежего воздуха кружится голова. Здесь главное не потерять равновесие. Слишком долго лететь до земли с каменных обрывов. Так что помним, техника безопасности превыше всего. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Зато мебель, которая населяет, так сказать, нашу локацию, мы хотим сказать спасибо нашим партнерам компании «Фавилла». И я думаю, что самое время перейти к новостям. В трубах вместо воды воздух и крысы. И за это еще и платить надо. Именно так живут жители села Мичуринска и Белогорского района. Сам же ресурс подают по графику, который вообще никого не устраивает. Постирать – проблема, а душ принять – так вообще это какая-то роскошь. Когда же цивилизация дойдет до жителей, узнавала Екатерина Серегина. В центр района почти тысячи жителей. А воду сюда подают один час в два дня. Галина Кончакова успевает набрать 200-300 литров. Земля есть. Вот 17 соток с домом земли. Ну, половину тут огорода сажала раньше. Но сейчас невозможно с этой водой. Но и тот ресурс, что есть, используют только на технические нужды. Для питья не годится. Вода вот такая вот с осадком, потому что там один известняк. Один известняк у нас. Мы на извести живем. Ну, какая может быть другая вода? А вот еще проблема. Из-за того, что трубы два дня простаивают, в них набирается воздух. Этот воздух куда должен уйти? В счетчики людям. Сначала идет воздух, потом еще с воздухом. И так почти до самого конца. Вода с воздухом. И брызгает, и фыркает, и харкает. А цифры крутятся. Получается, деньги местных жителей в прямом смысле идут на воздух. Но это еще не самое интересное, что выходит из водопроводных труб в Мичуринском. У себя дома в прошлом году я вытащил разложившуюся крысу. А сестра, которая живет на улице Кирова, в этом году трижды доставала и крысу, и воробья, и что-то похожее на змею. Пробурить скважины и оборудовать личные колодцы люди не могут. В 90% случаев упираются в скалу. У жителей многоквартирных домов свои нюансы. Набираем 700 литров при помощи электронасоса, но самотеком вода туда не поступает. Приходится включать дополнительный насос. Дополнительные затраты на электроэнергию. Плюс 140 рублей в неделю Айдер Джапаров, муж и отец, тратят на питьевую воду. Ее семья покупает, но чаще люди пользуются источником. За питьевым ресурсом жители села приходят в это место. Здесь расположен родник, где и набирают пригодную для употребления даже в таком виде воду. Пока мы снимали сюжет на водозаборное сооружение села, приехал рабочий. Открутил краны и закрылся в здании для насосов. У вас, в принципе, плановые работы? Девушка, я не даю комментариев, я вам сказал. А вы сейчас запускаете воду, да, получается? Я сейчас сижу, просто сижу. Он посоветовал обратиться за комментарием на предприятие «Вода Крыма», что мы и сделали. Но пока начальник Белогорского участка в отпуске. За темой продолжат следить Екатерина Серегина и Андрей Заричный. Новости 24, Белогорский район. Туристы уехали, а мусор остался. На территории Крымского полуострова все больше и больше появляется свалок, мусорных свалок. И это расстраивает. Кстати, по статистике, больше всего мусорят те, кто отдыхают дикарями. Как же сейчас выглядят самые живописные места полуострова? И что же будет дальше с мусором в нашем специальном репортаже? Еще теплый морской бриз разносит по берегу пластиковые бутылки, банки, пакеты. Свалки в 20 метрах от кромки воды. В нашей стране в последнее время набирает популярность экологический туризм. Суть его в том, что люди, приезжая в новое, необычное место на экскурсию, затем вместе с гидом наводят там порядок, убирая мусор за другими туристами. Мы бы, конечно, поддержали эту инициативу, но наших усилий здесь явно недостаточно. Возможно, экотуризм в Крыму и приживется, но явно не скоро. Алексею и Виктории, хоть и без экскурсии, а пришлось устроить уборку перед тем, как разбить лагерь. Найти чистое место на косе Беляус не так просто. Красивое место, и когда его человек сам загаживает, это очень красиво, конечно, и неприятно, потому что человек все равно сюда возвращается. Мы за собой мусор всегда вывозим. То, что можно сжечь, мы сжигаем, а все остальное забираем с собой и на первый встречный нам мусорный контейнер выбрасывается. Те, кто явно провел здесь не один день, обустраивались. Раздевалки даже уборные оставили, видимо, до следующего приезда. Самые чистоплодные отдыхающие бросают пакеты с отходами вдоль дороги. В надежде, что их соберет мусоровоз. Впрочем, местные рыбаки замечают, хоть туристов с материка и стало больше, свалок поубавилось. Тут собирают. При России это не такое, как при Украине было. А как было? Сейчас мусоровозки ходят, собирают. Вот там мусор. Мусор здесь и правда убирают. Экоакции проводят регулярно. Последние месяц назад. Было проведено масштабное мероприятие по уборке мусора по инициативе администрации Черноморского района. При участии индивидуальных предпринимателей района было вывезено 60 кубов мусора. Привлечено 6 единиц техники. Правда, курортный сезон продолжается. И пляж за это время снова оброс свалками. Коса Беляус не относится ни к сельсовету, ни к Черноморскому району. Земля республиканская. За прошедшие два года нами было выявлено более 40 свалок отходов на данной территории. Возбуждаются административные дела. Разыскиваются виновные. На сегодняшний день проводятся мероприятия по передаче данного земельного участка, который расположен за границами населенных пунктов. На сегодняшний день находится в собственности республики Крым. Муниципальную собственность. В данном случае это позволит, во-первых, муниципалитету содержать данную территорию в надлежащем состоянии. То есть будут установлены контейнерные площадки, будет систематическая уборка этого мусора. А на мысе Фиолент в Севастополе не только бытовой мусор, но и строительный. Гости города в шоке от увиденного. Мы приезжаем постоянно сюда. Ну, конечно, смотреть на это неприятно. Ходим по Фиоленту, отдыхаем, наслаждаемся пейзажами, красивым видом. К сожалению, печально видеть, что в данное время засоряют строительным мусором такие хорошие места. Хотелось бы, чтобы это прекратилось. По словам севастопольцев, свалка образовалась еще неделю назад. И никто, похоже, не собирается ее расчищать. Балановское водохранилище в Белогорском районе не менее живописно. Подаем посреди леса зрелище для эстетов. Найти места, где в выходные были отдыхающие легко по следам костра. Повсюду пустые бутылки и стаканы. Много туристов и у горы Аккая или Белой скалы. Семья Мищенко приехала из Эстонии, чтобы сделать здесь памятное фото. Мы ездим сюда больше 40 лет. Вначале на самолетах летали, потом на машине. И каждый раз находим для себя новые, интересные, замечательные места. Вот сейчас мы на Белой скале. Первый раз заехали за все это время. Удивительные, удивительные виды. Отдыхающие здесь и со всей России. Их радует состояние крымской экологии. Воздух совсем другой. Я приехал из загазованного Краснодара. Там дышать немного сложнее. Здесь в принципе довольно чисто. А я, ну, здесь проблем нету с этим. Но я не вижу таких серьезных проблем. Только с начала года в Крыму выявили почти 400 новых свалок. 350 из них уже ликвидировали. Всего же на полуострове еще остается более 500. За незаконный сброс мусора привлекли к ответственности 139 виновников. Штрафов выписали на полтора миллиона рублей. А в водоохранных зонах Крыма уже в этом году станет чисто. Свалки на Беляусе и в других частях побережья уберут. Республиканские власти уже выделили на это 16 миллионов рублей. Марина Осокина, Александр Федорчак, Анастасия Соснина, Анатолий Агеев. Новости 24. Симферопольский спортсмен Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу. Титул он получил, победив в финальном поединке филиппинца Эмира Марсиаля. Сегодня Бакши вернулся в крымскую столицу. Его встретил наш корреспондент Александр Лисиченко, который и расскажет, что же происходило. Крупнейший боксерский турнир планеты приняла Россия. В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. Ни санкции, ни международные блокады не помешали празднику спорта стать рекордным по количеству участников. На ринг вышли 467 боксеров из 88 стран. Главный фаворит, безусловно, сборная России, в составе которой выступил и крымский боксер Глеб Бакши. Одержав пять побед в пяти поединках весовой категории до 75 килограммов, Симферополец завоевал золотую медаль и титул чемпиона мира. Четыре часа утра аэропорт Симферополь только что совершил посадку самолет, на котором домой вернулся теперь уже чемпион мира по боксу Глеб Бакши. Спешим к терминалам, чтобы встретить чемпиона. Как только Глеб выходит в холл аэропорта, к нему бросаются друзья и коллеги по цеху, спортсмены, тренеры и руководители Крымской Федерации Бокса. Цветы, поздравления и многочисленные фото прибытия спортсмена превращается в настоящий праздник. Мы провели просто сумасшедшую работу. Вот я безумно рад, что это все закончилось. Впереди еще много-много работы, поэтому не хочу загадывать. Сейчас немного будем наслаждаться моментом и потом уже в путь. Завоевав титул, Глеб Бакши стал вторым чемпионом мира в истории крымского бокса и третьим заслуженным мастером спорта. У нас Глеб за всю историю крымского бокса получился второй чемпион мира. Первый чемпион мира это был Александр Усик, он в 2011 году в Баку занял первое место на чемпионате мира. Глеб за всю историю вот второй человек. На этом чемпионате мира Глеб выполнил норматив заслуженного мастера спорта по боксу за всю историю крымского бокса. Это третий заслуженный мастер спорта. Значит, первый был это Доценко, Усик и вот Глеб Бакши. В режиме видеозвонка Глеба поздравляет и главная звезда крымского бокса Александр Усик, по стопам которого уверенно направляется новый чемпион. Я не понимаю, что происходит здесь. Глеб, это нормально происходит. Происходит то, чего ты заслужил. Спасибо большое. Глеб, лапин, лапин серый. Глеб как рассуровщик, задницу не мой тебе. Спасибо большое. Глеб лучший. Санечка, спасибо. Друг мой, обнимаю тебя. И я вас тоже обнимаю, я вас наберу потом. Финальный бой Глеба Бакши состоялся в субботу, 21 сентября. Однако основным поединком категории стал четвертьфинал, в котором крымчанин одолел главного претендента на титул олимпийского чемпиона 2016 года, кубинца Арлина Лопеса. Боксировали с кубинцем, олимпийский чемпион, но впереди были тоже серьезные соперники, поэтому на каждый бой настраивался по-разному на самом деле. И я не могу сказать, что уже в полуфинале я там как-то относился к сопернику несерьезно. То есть со всей ответственностью мы отнеслись, у нас был план, мы ему следовали, и все, слава богу, окупилось. После победы над Лопесом Бакши в полуфинале справился с бразильцем Эбертом Соузой, а в финале единогласным решением судей победил филиппинца Эмира Марсиале. На протяжении всего боя крымчанин владел инициативой и во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Филиппинец продолжил поединок, но что-либо противопоставить россиянину ему так и не удалось. Сегодня у Глеба Бакши будет лишь несколько часов для того, чтобы отдохнуть от перелета. Уже во второй половине дня он примет участие в официальной пресс-конференции, а завтра его ждут торжественные мероприятия по случаю победы. Александр Лисиченко, Руслан Князев, Новости 24, Симферополь. На часах уже 8 часов 15 минут. Надеюсь, все уже просыпаются, заваривают кофе и начинают свой день, готовятся к мероприятию. А день наверняка у всех будет насыщенный. И, что немаловажно, солнце-то уже встало и уже греет, и температура повышается соответственно. Да, очень хотелось бы верить нашим синоптикам, что сегодня будет довольно-таки хорошая и комфортная погода. Ты знаешь, хочу твое внимание обратить на такой момент. Ты планируешь вообще свой день? Вот расписать на бумаге, пойду туда, сделаю такие-то дела или нет? Или все-таки планирование не для тебя? Ты знаешь, я жуткий занудой. Я вот прям все планирую, прям чуть ли не по минуте. Я даже сегодня зон взял, потому что мне показалось, что дождь будет. Тем не менее, будет он или нет, лучше все-таки не пытаться предугадать, а просто посмотреть прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Садовник из США долго не мог понять, кто же ворует овощи. И для этого он установил прямо в огороде камеру, чтобы пронаблюдать и увидеть, кто же этот вредитель. А им оказался милый и где-то даже наглый сурок, который не только воровал, но и брал. И прямо на камеру специально демонстративно кушал. Да, вот как мы видим на видео, видимо, очень вкусные плоды. И это, я думаю, заслуга садовника однозначно. Надеюсь, что сурок все-таки оценил работу садовника, и, может быть, как-то ему потом возместит убытки. Хотя, мне кажется, достаточно просто любоваться таким приятным зверьком, приятной такой мордашкой. Да, не могу с тобой не согласиться. Но мы движемся дальше, и одни пугаются и убегают, другие смеются, но большинство людей проходят все стадии. Да, это действительно опасно. И говорю я о розыгрыше, который устроил один английский блогер, и он вышел на улице прямо с динозавром на поводке. Выходил он внезапно, из-за угла настигал своих жертв. Люди, самые разные были реакции на происходящее. Было достаточно весело, ну и, конечно, стоит отметить, что такой розыгрыш набрал в социальных сетях очень много, прям очень много. Несколько миллионов просмотров, если я не ошибаюсь, да, конечно. Такой видеоролик, он взорвал наши соцсети. Вот впечатления, я даже не знаю, какие у меня были бы, если бы я увидела такой ролик, но, возможно, это в будущем, в перспективе посмотрю. Вы на досуге об этом подумай, а пока что мы перейдем на улицы Крымской столицы, где нас уже ждет Александр Кононов, наш мобильный корреспондент. Доброе утро, Саша. Доброе утро. Да, коллеги, как я уже и говорил, и как обещали синоптики, погода наладится. Обратите внимание, все тучки ушли, распогодилось, значительно потеплело уже. Фактически некоторые жители города Симферополя прогуливаются в футболках. Можно, конечно, увидеть отдельных экземпляров в теплых куртках и даже в шубах. Прямо сейчас я нахожусь в центре города Симферополя, где пройдут мероприятия, приуроченные ко дню государственного герба и государственного флага Республики Крым. В честь праздника в музеях пройдут выставки фотодокументов. В школах состоится торжественная линейка, а также классные часы и уроки патриотизма. В концертных учреждениях пройдут театрализированные программы, театрализованные программы, и на вершине Ай-Петри будет водружен флаг Крыма. Кроме этого, в Симферополе 24 сентября на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина будут раздавать флажки и ленты цветов крымского флага. Также, что хотелось бы сказать, начиная с 2016 года, 24 сентября, мы отмечаем день государственного герба. Раньше это отмечали 19 января, но потом все это перенесли. Обратите внимание, как прям ярко-ярко светит солнце. Прям, как говорится, погода подготовилась к празднованию государственного герба и государственного флага Республики Крым. Я нахожусь, как я уже говорил, на площади Ленина. Обратите внимание, как цветут лужаечки зеленые. Да и город, в принципе, еще пока не готов к осени. Возможно, знаете, вот если сейчас оказаться в центре города Симферополя, может показаться, что еще до сих пор лето. На этом, коллеги, у меня все. Передаю вам слово. Спасибо, Саша. Но мне бы хотелось продолжить его вещание и рассказать новость по поводу того, что происходит на улицах города Симферополя. А именно на набережной Салгира собираются установить камеры и даже поставить охранников. Это связано с тем, что неоднократное количество таких случаев вандализма, я бы сказала, было обнаружено и зафиксировано. И в связи с чем появилась такая идея? Появилась действительно такая потребность. Камеры нужно устанавливать. Возможно, на территории набережной Салгира установят еще и охранные посты. Потому как реконструкция еще не закончилась. А уже люди занимаются вредительством, уже разрисовывают тротуарную плитку. И зафиксировано, кстати, даже несколько фактов кражи, если мне память не изменяет, проводов. Уже изначально несколько лиц похитили, скажем так, 20 метров провода, кабеля. А затем уже другие продолжили это мероприятие и еще 60 забрали. И даже на одной из стен была надпись о признании в любви. Это, конечно, мило, но все же, тем не менее, это, я считаю, что неуместные действия. И в любви можно признаваться как-то и по-другому. Об этом, если нас смотрят те люди, кто этим занимались, советуем им задуматься. Но наш эфир продолжит репортаж о непростой профессии журналиста. В крови, на коленях, ползком, с мешком, на голове и связанными руками. Здесь никто не думает о содранных кровь в руках, ссадинах на теле или шуме в ушах. Все мысли заглушает автоматная очередь. Страх, боль и желание выжить. Вот что чувствует человек, попавший в плен. Пусть даже не настоящий. Бастион – это курс у спецподготовки сотрудников СМИ, работающих в экстремальных условиях и горячих точках. В этот раз в плен попали 35 российских журналистов. Мы убьем ваших друзей. Заводет! Пойдем. Как вести себя с террористами, реагировать на их требования и самое главное – выжить. Ответ на эти вопросы здесь получаешь не в теории, на практике. Испытание, которое выдержали не все, а ведь это лишь один из этапов курсов. Остановить кровь за считанные секунды. При повреждении бедренной артерии человек умирает от кровопотери в течение трех минут. Именно поэтому огромное внимание на бастионе уделяют тактической медицине. Шигут нужно повязать обязательно два раза, чтобы перетянуть артерию. Но у меня нет. Поэтому мы запоминаем время половины четвертого ровно. Занятия не прекращаются даже в дороге. По легенде, просто у меня ранение головы. Называется это повязка, как я уже сказала, чипец. Дело в том, что мы тренируемся не только непосредственно на бастионе, на курсах казарми, но и даже в дороге. Сейчас мы едем другую военную часть. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя, говорят нам командиры. Это самое «берегите себя», от которого начинаешь переживать еще больше. Если честно, мы еще не понимаем, что здесь будет происходить. Знаем, что идем. Идем вперед. Очень много военной техники, танки, БТР. Горят, стрелять сегодня даже из танков будем. Но вышло все по-другому. Мы оказались не в танках, а под ними. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Еще люблю крутых и очень деловых. Может быть, если господин танкист услышит эту песню, он не так сильно по мне проедет. По-моему, сработало. Куда лучше, чем моя попытка уйти от группы вооруженных бойцов. Ну вот, собственно, и началось. Бежим! Ничего не понятно! Что там про романтику полевую говорят? Кажется, я и не проникла абсолютно, потому что кричат, стреляют, все горит. Ну, ад какой-то. С какой стороны был обстрел? С той? Куда я побежала? Да. В первую очередь надо было определить, с какой стороны произошло нападение. И гораздо быстрее двигаться. Во-первых, я труп. В первую очередь из-за того, что побежала не в ту сторону, побежала в сторону обстрела. Во-вторых, я, в принципе, далеко никуда не побежала. Легла буквально в трех-пяти метрах от БТР. Ну и дальше, когда были определенные команды на поддействие, я их не соблюдала, медленно двигалась. Непростительная ошибка. С террористами нельзя пререкаться. Нужно строго выполнять команды и внимательно смотреть себе под ноги. ОЗМ-72 или «Лягушка» свое название получила неспроста. Дело в том, что когда механизм срабатывает, мина подпрыгивает до полутора метра. Радиус поражения этой конструкции до 30 метров в диаметре. До 30 метров она убивает все живое вокруг. На Чеку нужно быть не только в районе минной опасности, но и даже, казалось бы, в безопасной обстановке. Ведь каждое принятое решение распространяется на всех участников курсов. Вот таким вот образом мы ждем, пока наш товарищ найдет свой рюкзак. Наказание у всех общее, даже если провинился один. В этом году «Бастион» прошел уже в 19-й раз. Одни журналисты после курсов отказываются от работы в горячих точках. Другие сразу из казармы отправляются освещать военные конфликты. Александр Корнович, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Для кого не секрет, что Крым наш многонационален? Сколько ты знаешь разновидностей наций и культур на нашем крымском полуострове? Знаешь, для того, чтобы перечислить их все, нашего эфирного времени оставшегося уже не хватит, потому что их действительно очень много. Но сейчас мы остановимся подробнее на болгарах. И об этом нам расскажет Елена Стоева, председатель местной национально-культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Доброе утро. Давайте традиционный вопрос. С чего ваше утро началось? И, насколько я понимаю, прошу прощения, у нас небольшое пытание. Да, представьтесь, пожалуйста. Технические неполадки у нас. Меня зовут Наталья Сырбу. Я директор межрегиональной общественной организации «Русское единство». И я сегодня хочу рассказать об акции «Белый цветок», которая будет проходить в этом году в городе Алушта. Подскажите, в который раз она уже будет проходить? В этом году это будет пятый раз. Уже проходили основные города по проведению акции. Уже были у нас Ялта, Феодосия, Симферополь. В прошлом году Евпатория. И вот в этом году Алушта. А почему Евпатория Алушта? Вот почему выбор полна такой город? Ну, это так получилось, скажем так. Но мы знаем, что в следующем году это будет Керчь, допустим. Мы ждем представителей города Керчь, которым передадим эстафету на набережной Алушты. Белый цветок символичный. Чуть позже мы поговорим о предстоящей акции. Но для начала, чтобы наши телезрители понимали, вошли в курс событий, давайте подведем итоги прошлого года. Я могу с гордостью сказать, что в прошлом году, еще до начала проведения основной акции, крымскими предпринимателями было перечислено на расчетные счета благотворительного фонда порядка 599 тысяч рублей. И всего за прошлогоднюю акцию было собрано 1 миллион 729 рублей, которые были переданы фонду «Будем милосердны». И далее эти деньги были распределены среди онкобольных детей. Акция называется «Срочный билет». То есть на эти деньги приобретаются билеты детям и их сопровождающим для транспортировки к месту оказания экстренной или неэкстренной медицинской помощи. Потому что, в принципе, медицинская помощь оказывается по квотам, но само сопровождение, сама транспортировка тоже достаточно дорогое удовольствие. И вот за прошлый год Нона Бахарева, директор фонда «Будем милосердны», она рассказывала, что порядка 85 детям была оказана такая помощь. Я считаю, что это очень хорошо и очень прилично, скажем так. За годы проведения вот такого действительно социально важного мероприятия замечена ли тенденция, что все-таки больше крымчан, больше наших соотечественников проявляют инициативу и видно их участие в принципе? Ну вот, например, 22 сентября в Джанкой тоже была проведена акция «Белый цветок». Это чисто по их внутреннему как бы желанию. И их деньги были, они собирают деньги для оказания помощи их местному интернату, детскому интернату. Они покупают им какие-то теплые вещи, вот они рассказывали. То есть это была только их инициатива. И, конечно, это очень приятно, что наша инициатива поддерживается инициативами на местах. Вот в Симферополе, я хочу сказать, что будет тоже проведена акция в Екатерининском парке. Пожалуйста, приходите все желающие, все, кто хочет поддержать нашу акцию. Начало в 11 часов, там тоже будут ярмарочные ряды, там будет концертная программа. Все будет очень интересно под эгидой нашей крымской епархии. Давайте напомним нашим телезрителям дату. Да, когда-то. 28 сентября. Мы ждем в Алуште, мы ждем в Симферополе. Это будут основные как бы места проведения нашей акции. 28 сентября в 12 часов начало мероприятий на набережной возле Ротонды. С участием крымского духовенства ожидается приезд Лазаря. И как бы все это будет очень красиво, торжественно. В течение всего дня будут работать ярмарочные ряды, где наши гости, наши местные жители могут приобрести поделки, предоставленные местными жителями. Будут работать мастер-классы, где можно будет опробовать, изготовить самому пряники какие-то, расписать какие-то игрушки. В течение всего дня будет концертная программа, приедет таврический благовест с выступлением, будет конкурс костюмы конца 19 века. Все участники получат призы. А костюмы это для детей или для взрослых? Для взрослых тоже, да? Обычно взрослые с удовольствием принимают участие в наших конкурсах. Обязательно, желательно, шляпки, чтобы были уже ищены. Вот мы сейчас ищем шляпки себе. Так, что еще у нас будет? Конкурс костюмов, инсценировка о царской семье. И как бы, я же говорю, все это будет сопровождаться очень интересной концертной программой. Мы приглашаем и ждем всех сопереживающих, всех желающих всех получить удовольствие и принести какую-то пользу нашему обществу, нашему и сегодняшнему дню. В этом году, я забыла сказать, что все средства, собранные в этом году, они будут поделены на две равные доли. И одна часть будет передана фонду «Будем милосердны», а вторая часть будет передана крымскому детскому хоспису на создание вот этого хосписа на развитие. Хочу уточнить одну очень важную деталь. Сначала расскажу о том, что в прошлом году в Евпатории мне довелось побывать, и действительно, это очень масштабное мероприятие. Самое главное, что здесь люди могут не только проявить свое участие, но еще и много полезного и интересного. Это действительно уникально для нашего полуострова, я считаю. И многие люди же наверняка приходят поздно. До скольки пройдет мероприятие? Мероприятие, ну, ориентировочно будет до 18.00. Где-то в 18.00 мы уже будем подводить итоги и озвучивать те суммы, которые удалось нам собрать в этот день. Все это будет озвучено со сцены, все это будет как бы прозрачно. Наталья Геннадьевна, спасибо большое. Большое, да, мы всех приглашаем на это мероприятие и благодарим вас за такую теплую беседу. И напоминаем, что сегодня в студии была Наталья Сырбу, правильно, да? Директор межрегиональной общественной организации «Русское единство». Но мы продолжаем наш эфир и дальше расскажем о новостях со всего интернета, со всего мира. Желание людей оптимизировать пространство удивляет. Небольшая черная посылка после распаковки превращается в огромное мягкое кресло. Домашние питомцы в восторге. Как хорошо теперь можно отдохнуть на таком высокотехнологичном троне. На первый взгляд можно подумать, что мужчина таким необычным способом избавляется от стресса. Но на самом деле это авторская методика скульптора Джона Линдоу. После работы с молотком следует кропотливая работа с зубилами и шлифовальной машиной. Ее результат восхищает. Работая на вершине китайской веерной пальмы с бензопилой, мужчина не предполагал, что от трения мохнатый ствол дерева может воспламениться. Остается только гадать. То ли мужчина забыл элементарные физические законы, то ли растение таким образом решило отомстить своему губителю. Кто возьмет билета в пачку, тот получит водокачку. Креативности хозяев этого милого животного можно только позавидовать. С таким подходом к зарабатыванию денег финансовые дела быстро пойдут в гору. Пылевой демон. Так называют местные жители водовороты из песка. Лихревой поток воздуха – маленький посланник большого урагана, прошедшегося по штату Айдаха. Маленьким зрителям лучше поскорее укрыться в надежном месте. Настоящий помощник. Карапуз старательно складывает постельное белье в стиральную машину. И хотя полотна ткани в несколько раз больше, чем он сам, малыш уверен – чистота в доме превыше всего. Есть в городе Евпатория лебединое озеро, и Чайковский здесь точно ни при чем. На нем проживает около ста белых, красивых, прекрасных птиц. Птиц там может быть даже больше, потому что они меняются, улетают, и, конечно же, семейство их разрастается. Самое интересное, что людей всегда это место манит. Туда многие идут пофотографироваться, конечно же, в основном. На нашем видео видно, как местный житель, возможно, турист кормит лебедей. И вот здесь надо уточнить, что все-таки кормить можно многими продуктами лебедей, но главное – не хлебом, потому что это может плохо потом на их здоровье отразиться. Да. Знала об этом? Вот сейчас узнала, благодаря тебе, за что огромное спасибо. Да, если мы хотим наслаждаться и дальше, чтобы у нас в Крыму была такая же красота, такое разнообразие флоры и фауны, поэтому надо за ней следить. И, конечно, ухаживать только правильно, так, как нужно. Абсолютно с тобой согласна. Но сейчас, я думаю, перейти к следующей теме. И раз уж лебеди у нас уже были, и даже есть такое понятие, как лебединая верность, может быть, даже где-то любовь. О, я знаю, к чему ты клонишь. В Канаде был интересный случай, когда молодая семейная пара пережила небольшую трагедию на девушку на работе, обвалилась балка, ей отшибла память. Она забыла несколько лет своей жизни, и когда пришла в себя, она попросту не помнила своего мужа. Но он не растерялся, он ее сопровождал во всем, во всем поддерживал, помогал. И в конечном итоге он ее влюбил в себя заново, и они второй раз сыграли свадьбу. Мне напоминает сюжет фильма «Дневник памяти». Если честно, я его очень любила, даже не многократно смотрела. Да, я уверена, что и в жизни такие уникальные случаи однозначно бывают. А вот ты знаешь, я думаю, что от романтики пора немножко отойти и предоставить слово нашему мобильному корреспонденту, который прямо сейчас на улицах города Симферополя. Я бы сказала, выискивает что-то интересное и полезное. И давайте скорее же уже с ним будем связываться. Саша, доброе утро. Расскажи, что там у тебя? Да, коллеги, прямо сейчас я прохожу по улице Ленина и занимаюсь инспектированием ситуации на дороге. Как вы видите, уже сзади меня образовалась пробка вплоть до самого кольца. Вы можете видеть, что машины периодически движутся, перестраиваясь из одного ряда в другой, что я не рекомендую делать вам, если вы застряли в пробках. Для того, чтобы не попасть в пробку, я думаю, что самая элементарная, самая простая рекомендация – это выезжать заранее. Но если вы уже не успели выехать, то включайте радио погромче, наслаждайтесь музыкой и отдыхайте. Я сейчас развернусь, чтобы показать, какая пробка до кольца у нас. Так. Вот она. Но движение, я бы не сказал, что сильно затруднено. Ехать, я думаю, что можно. И вполне даже комфортно. Так вот, хотел еще напомнить о том, что следует соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Допустимая скорость в городе – это 60 км в час. И немножко хотел бы поговорить о разработке новой схемы движения городских автобусов во время капитального ремонта второго участка по улице Александра Невского. Вот обратите внимание сюда. Я сейчас вам показываю схему, где будут проходить новые маршруты. Со вторника, с 24 сентября, в связи с выполнением капитального ремонта по улице Александра Невского, по улице Толстого будет запрещено движение, и поэтому вводится временная схема движения маршрутов номер 25, 57, 60, 81, 89, 91, 112, 99. Они будут следовать по улице Гоголя. А маршруты номер 12, B49, 62, 98 по улице Маяковского в обратном направлении от железонаружного вокзала в сторону центра. А маршруты 12А, 25, 52, 57, 60, 81 последуют по улице Павленко и улице Маяковского. На этом, коллеги, я заканчиваю и передаю вам слово. Спасибо, Саша. А мы продолжаем и, внимание, объезд. Сегодня начинается второй этап ремонтных дорог на улице Александра Невского. Таким образом, это принесет определенного рода изменения в движении. И вот участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого будет... Схему проезда вы сейчас видите на наших экранах, на ваших экранах, прошу прощения. И, кстати, здесь нужно отметить, что общественный транспорт теперь также будет ходить по другому маршруту, по измененному маршруту. И основное внимание прошу уделить на эту ситуацию автолюбителям, потому что в зоне ремонтных работ нельзя парковаться, иначе машину заберет эвакуатор. И, может быть, это, конечно, ситуация на определенное время доставит ряд неудобств, но это временно, и надо понимать, что это делается только для развития города. Да, действительно. Ну вот не только для развития города совершаются определенные действия, но я так не совсем плавно, но все-таки перейду, а как много усилий и внимания. А люди, которые влюблены в свою работу, которые ежедневно выкладываются на 100%, могут заниматься как на различных мастер-классах, так же и на определенных другого рода занятиях. Я знаю, о ком ты говоришь. Ты, наверное, говоришь о сотрудниках санавиации, о тех медиках, которые еще и летают, перевозят больных, следят за ними в воздухе. И тема действительно очень интересная. А вот Салья Салямова знает об этом больше и расскажет нам прямо сейчас. Год назад Юрий Харченко, повидавший горячие точки Северного Кавказа и Ближнего Востока, был командирован в Крым. Здесь впервые за 30-летнюю карьеру летчик сел за штурвал не военного, а медицинского вертолета. Теперь к 3000 летных часов прибавились и сотни спасенных жизней. Незначительные порывы ветра будут, ну, незначительные. То есть вот тот холодный фронт, который вчера проходил с ветром, он сейчас ушел. Вот, и вот у нас, так сказать, идет сейчас тыловая часть холодного фронта, которая сопровождается ослаблением ветра. И, ну, к сожалению, могу сказать, что завтра будет дождик. В санитарной авиации нелетной погоды не бывает, а значит, любой поступивший звонок может поднять вертолет в небо, прежде чем сесть. За штурвал у Юрия Харченко есть всего полчаса, чтобы проложить маршрут, рассчитать предельный взлетный вес, запас топлива, минимальную безопасную высоту и скорость полета. Летаем мы практически каждый день и совершаем от двух до трех вылетов. Иногда, иногда даже чаще. То есть каждый вылет и каждый день. В переводе с татарского «Ансад» значит «простой». Вертолет отечественного производства действительно прост как в управлении, так и в содержании. К тому же легкий маневренный может сесть в самых труднодоступных местах. Будь то плохая дорога, крыша здания или кукурузное поле. И самое главное – оснащен всем необходимым медоборудованием, что позволяет врачам на борту поддерживать жизнедеятельность пациента. Здесь есть прибор для вентиляции легких, а также кардиомонитор и инфузионные насосы, что служат для дозированного введения лекарства во время перелета. Именно все это оборудование делает «Ансаде», как ласково его называют сами пилоты, воздушной реанимацией или авиационным реанимобилем. До Керчи на автомобиле 3-4 часа, на «Ансаде» 60 минут. В распоряжении небесных хирургов не так много времени, ведь нередко речь идет об инсультах, инфарктах, сложных травмах. И сегодня «Ансаде» действительно самая скорая и надежная помощь. Мы перевозим и новорожденных, которым буквально даже нет и одного дня. То есть несколько часов, вот такие, здесь такие детишки, очень-очень маленькие, которые требуют повышенного внимания, требуют аккуратности в полете. Вторым днем рождения «Ансаде» в Крыму считают июль 2017-го. Сейчас она снова набирает высоту. Уже 22 больницы обзавелись вертолетными площадками. В ближайшем будущем их станет в два раза больше. С Илья Салямова, Руслан Крахлов. Утро нового дня. С Илья Салямова, Руслан Крахлов. Ну что, традиционный вопрос, как ваше утро, как настроение? Мы видим, вы улыбаетесь. Настроение отличное, все хорошо. Очень рада быть у вас на программе. Приятная обстановка. И мы вам очень рады. Давайте перейдем к праздникам. Национально-культурные праздники у нас впереди у Болгар. Расскажите подробнее. Ну, прежде всего, у нас впереди праздник. Это пятилетие национальной культурной автономии Болгар города Симферополя. То есть, фактически, юридически вчера у нас был день рождения, пятилетие. Но отмечаем мы его 29-го числа, 29-го сентября в Республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко в городе Симферополе. Эта дата для нас очень важна, потому что это юбилей. Нам пять лет. Вроде бы, можно так сказать, что такое пять лет, да? Тем не менее. Небольшая дата. Первый юбилей. Конечно. Но юбилей. Это как первые шаги ребенка, как первые слова ребенка. Так и у нас получается, что юбилей пять лет. И за эти пять лет у нас прошло много мероприятий, много праздников болгарских, которые мы стараемся здесь, крымские болгары, в Крыму поддерживать. Традиции наших бабушек, прабабушек, прадедушек. А вот какие традиционные мероприятия вы проводите? Расскажите, пожалуйста. Традиции болгарские. Самые такие вот праздники основные мы проводим. Это праздник Баба Марта. Это встреча провода зимы и встреча весны. Он символизируется красно-белыми мартинечками, которые дарят друг другу в этот праздник. И довольно-таки интересным. Танцуем, поем. Очень интересно. Это на природе, да? Да, это на природе, да. Мартинечки можно подарить друг другу. И так же самое можно повесить на дерево и загадать желание. Это вот такой традиционный болгарский праздник. Новый год. Вот тоже интересный, традиционный обычай. Это сурва. Сурвочки – это такие, как палочки, увешанные красивыми изделиями, такими блестящими. И детки ходят по домам, и их бьют сурвочками так по плечу. Вот этими изделиями, да? Да, да, да. Детки бьют или детей? Детей, детей бьют, да, да. Ну, так, постукивают по спинке, по плечу. И деткам дарят сувенирчики, дарят вкусные вкуснятинки болгарские. А вот какие болгарские вкуснятинки, расскажите. Ну, самое болгарское – это баница. А что это? Да, что это? Баница – это пирог, который очень давно… Это традиционный болгарский пирог, готовится из простого теста. Довольно-таки очень простое приготовление. В него входит брынза, и там интересное приготовление. Все скручивается такими кружочками, укладывается на противень. И вот таким образом оно получается как с маленькой улиточки, большая, и больше, 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 больше. Но самый основной продукт – это брынза. Это традиционное болгарское блюдо, поэтому вот из болгарских блюд это баница. Наверняка во многих, да, блюдах брынза присутствует? Очень во многих. Вообще, брынза болгарская, вот она даже у нас есть в Крыму, продается так и называется – болгарская брынза. Интересно. Да. Да. Быстрича. Болгарский перец – это традиционное блюдо болгарское. Также из него готовят чушки, это запекается на открытом огне, можно в духовке. Ну, каждый по-разному готовит. В современной мире. А вы часто готовите вот такие блюда? Ну, можно сказать, баницу, вот тыквенник, тукманник, мылину – это болгарские блюда. Ну, стараемся, да, готовить. Конечно, это с детства эти все блюда присутствуют в доме, и поэтому стараемся готовить часто. Вот сейчас на наш праздник будет представлена болгарская выпечка, будут представлены музыкальные и творческие коллективы, которые будут исполнять болгарские танцы, исполнять песни на болгарском языке, исполнять стихи на болгарском языке. То есть все это у нас идет вот по таким вот традициям. Болгарский блюда. Сколько человек насчитывает симферопольская община болгар? Вы знаете, у нас на данный момент не так уж много людей в нашей именно национальной культурной автономии. Ну, я считаю, что не самое главное – это количество людей, самое главное – какие мы активны, и сколько мы проводим мероприятий, и сколько ложится на наши пречи всех мероприятий, к которым мы участвуем в Республике Крым, и российские праздники, и праздники, связанные с Республикой Крым. Ну, то есть вот... Да, Елена Валентиновна, спасибо большое. Да, я уверена, что это очень вкусные блюда, о которых вы говорили, и вот традиции, почитание их – это прекрасно. А мы напоминаем, что сегодня в студии была Елена Стоева, председатель местной национальной культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и прямо отсюда переносимся в Массандру. Сразу за этим шлагбаумом начинается Ялтинский горно-лесной заповедник. По дороге, которая поднимается вверх, находится знаменитый Массандровский дворец. Менее популярны Массандровские или Воронцовские гороты. Для того, чтобы попасть туда, нам нужна маленькая неприметная тропинка, начинающаяся слева от дороги. Она пролегает по крутому склону, петляя между густыми деревьями. Но, несмотря на резкий подъем, дышится легко, чему способствует свежий горный воздух. Мы находимся в настоящем кедровом лесу. Большая часть этих благородных деревьев была посажена здесь в первой половине 20 века. Сегодня можно сказать, что кедр полностью натурализовался, потому что прекрасно размножается самосевом. Вот здесь небольшая группа самосевных кедриков. Часть из них имеет традиционную зеленую окраску, а вот этот единичный экземпляр окрашен в сизый цвет и называется глаука. Однако далеко не все сеянцы станут деревьями. Одни вытопчут, другая часть не выдержит конкуренции с остальными растениями. Посмотрите, как в этом лесу себя хорошо чувствуют кедры. Вот этому самосеву, наверное, года три или четыре. Лет через 120 он будет большим и мощным деревом. Первоначально эти угодья принадлежали фамилии Воронцовых. Потом их выкупила царская семья. В советские годы здесь был организован санаторий для трудящихся, а потом резиденция для высших партийных чинов. Эти бетонные столбы – остатки ограждения сталинской дачи, которая располагалась на территории Массандровского дворца. Но интереснее всего арматура. Она без зазубринок. В таком виде ее выпускали до 1940 года. Удивляет качество выполнения работ. Спустя 80 лет столбы лишь частично разрушились, а местами даже сохранились целые участки колючей проволоки забора. Еще немного вверх, и посреди леса появляются огромные каменные глыбы. Этот хаос сформировался в результате древних землетрясений. Волуны накатились друг на друга и образовали полости между собой. В 19 веке по заказу графа Воронцова в Навале вырубили ступени. А я предлагаю пройти в глубину этого грота, где находится алтарь. С ним связана одна очень интересная легенда. Согласно поверью, в этом подземелье императору Александру Третьему явился дух крымского святого иеромонаха Матвея. Он предсказал скорую гибель в железнодорожной катастрофе под Харьковом всей царской семье. Но обещал отвести беду молитвами. И в действительности авария случилась, но никто серьезно не пострадал. В честь этого события император-миротворец велел в Массандровском гроте высечь крест и устроить площадку для моления. Ходы этих пещер очень лабиринтные, здесь легко заблудиться. Есть даже легенда о том, что где-то здесь располагается вход в пещеру, которая своими лазами уводит далеко в подземелье Массандровского дворца. Если не потеряться и выбрать правильную тропинку, то по каменным лестницам через гроты и арки можно выбраться на самую вершину. Вот мы поднялись на вершину Массандровского хаоса. Здесь нас встречает можжевельник высокий, крымский эндемик четвертичного периода с уже созревшими шишкоягодами, потрясающая панорама Массандровского дворца и амфитеатр Ялты. От красоты и свежего воздуха кружится голова. Здесь главное не потерять равновесие. Слишком долго лететь до земли с каменных обрывов. Так что помним, техника безопасности превыше всего. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. А мы благодарим наших партнеров, компанию «Фавилла» и Академия архитектуры и строительства. Ну а наш эфир подходит к концу. Я хочу напомнить, что для вас сегодня в прямом эфире работали Стефан Филатов и Ирина Борилюк. До скорой встречи! До скорой встречи! И вполне даже комфортно. Так вот, хотел еще напомнить о том, что следует соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Допустимая скорость в городе это 60 км в час. И немножко хотел бы поговорить о разработке новой схемы движения городских автобусов во время капитального ремонта второго участка по улице Александра Невского. Вот обратите внимание сюда. Я сейчас вам показываю схему, где будут проходить новые маршруты. Со вторника, с 24 сентября в связи с выполнением капитального ремонта по улице Александра Невского, по улице Толстого будет запрещено движение. И поэтому вводится временная схема движения маршрутов номер 25, 57, 60, 81, 89, 91, 112, 99. Они будут следовать по улице Гоголя. А маршруты номер 12Б49, 62, 98 по улице Маяковского. В обратном направлении от железнодорожного вокзала в сторону центра. А маршруты 12А, 25, 52, 57, 60, 81 последуют по улице Павленко и улице Маяковского. На этом, коллеги, я заканчиваю и передаю вам слово. Спасибо, Саша. А мы продолжаем. И, внимание, объезд. Сегодня начинается второй этап ремонтных дорог на улице Александра Невского. Таким образом, это принесет определенного рода изменения в движении. И вот участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого будет... Схему проезда вы сейчас видите на наших экранах, на ваших экранах, прошу прощения. И, кстати, здесь нужно отметить, что общественный транспорт теперь также будет ходить по другому маршруту, по измененному маршруту. И основное внимание прошу уделить на эту ситуацию автолюбителям. Потому что в зоне ремонтных работ нельзя парковаться, иначе машину заберет эвакуатор. И, может быть, это, конечно, ситуация на определенное время доставит ряд неудобств. Но это временно, и надо понимать, что это делается только для развития города. Да, действительно. Ну вот не только для развития города совершаются определенные действия. Но я так не совсем плавно, но все-таки перейду. А как много усилий и внимания люди, которые влюблены в свою работу, которые ежедневно выкладываются на 100%, могут заниматься как на различных мастер-классах, так же и на определенных другого рода занятиях. Я знаю, о ком ты говоришь. Ты, наверное, говоришь о сотрудниках санавиации, о тех медиках, которые еще и летают, перевозят больных, следят за ними в воздухе. И тема действительно очень интересная. А вот Салья Салямова знает об этом больше и расскажет нам прямо сейчас. Год назад Юрий Харченко, повидавший горячие точки Северного Кавказа и Ближнего Востока, был командирован в Крым. Здесь впервые за 30-летнюю карьеру летчик сел за штурвал не военного, а медицинского вертолета. Теперь к 3000 летных часов прибавились и сотни спасенных жизней. Незначительные порывы ветра будут незначительные. То есть вот тот холодный фронт, который вчера проходил с ветром, он сейчас ушел. И вот у нас, так сказать, идет сейчас тыловая часть холодного фронта, которая сопровождается ослаблением ветра. И, ну, к сожалению, могу сказать, что завтра будет дождик. В санитарной авиации нелетной погоды не бывает, а значит, любой поступивший звонок может поднять вертолет в небо, прежде чем сесть. За штурвал у Юрия Харченко есть всего полчаса, чтобы проложить маршрут, рассчитать предельный взлетный вес, запас топлива, минимальную безопасную высоту и скорость полета. Летаем мы практически каждый день и совершаем от двух до трех вылетов. Иногда, иногда даже чаще. То есть каждый вылет и каждый день. В переводе с татарского «Ансад» значит «простой». Вертолет отечественного производства действительно прост как в управлении, так и в содержании. К тому же легкий маневренный может сесть в самых труднодоступных местах. Будь то плохая дорога, крыша здания или кукурузное поле. И самое главное – оснащен всем необходимым медоборудованием, что позволяет врачам на борту поддерживать жизнедеятельность пациента. Здесь есть прибор для вентиляции легких, а также кардиомонитор и инфузионные насосы, что служат для дозированного введения лекарства во время перелета. Именно все это оборудование делает «Ансад» и, как ласково его называют сами пилоты, воздушной реанимацией или авиационным реанимобилем. До Керчи на автомобиле 3-4 часа, на «Ансад» 60 минут. В распоряжении небесных хирургов не так много времени, ведь нередко речь идет об инсультах, инфарктах, сложных травмах. И сегодня санавиация действительно самая скорая и надежная помощь. Мы перевозим и новорожденных, которым буквально даже нет и одного дня. То есть несколько часов, вот такие, здесь такие детишки, очень-очень маленькие, которые требуют повышенного внимания, требуют аккуратности в полете. Вторым днем рождения санавиации в Крыму считают июль 2017-го. Сейчас она снова набирает высоту. Уже 22 больницы обзавелись вертолетными площадками. В ближайшем будущем их станет в два раза больше. С Илья Салямова, Руслан Крахлов. Утро нового дня. Иван, так хочется отметить какой-то праздник. Слушай, а какие намечаются в ближайшие дни? Я тебе скажу, при должном настрое, при должном правильном настроении каждый день может быть праздником. Ну а сейчас мы более подробно поговорим о болгарских праздниках с нашим гостем. В гостях у нас Елена Стоева, председатель местной национально-культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, традиционный вопрос, как ваше утро, как настроение? Мы видим, вы улыбаетесь. Настроение отличное, все хорошо. Очень рада быть у вас на программе. Приятная обстановка. И мы вам очень рады. Давайте перейдем к праздникам национально-культурные праздники у нас впереди у «Болгар». Расскажите подробнее. Ну, прежде всего у нас впереди праздник, это пятилетие национально-культурной автономии «Болгар» города Симферополя. То есть фактически юридически вчера у нас был день рождения, пятилетие. Но отмечаем мы его 29-го числа, 29-го сентября в Республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко в городе Симферополе. Эта дата для нас очень важна, потому что это юбилей. Нам пять лет. Вроде бы можно так сказать, что такое пять лет, да? Тем не менее. Небольшая дата. Первый юбилей. Конечно. Ну, юбилей. Это как первые шаги ребенка, как первые слова ребенка, так и у нас получается, что юбилей пять лет. И за эти пять лет у нас прошло много мероприятий, много праздников болгарских, которые мы стараемся здесь, крымские болгары, в Крыму поддерживать. Традиции наших бабушек, прабабушек, прадедушек. А вот какие традиционные мероприятия вы проводите? Расскажите, пожалуйста. Традиции болгарские, самые такие вот праздники основные мы проводим. Это праздник Баба Марта, это встреча провода зимы, встреча весны. Он символизируется красно-белыми мартинечками, которые дарят друг другу в этот праздник. И довольно-таки интересные. Танцуем, поем, очень интересно. Это на природе, да? Да, это на природе, да. Мартинечки можно подарить друг другу. И так же самое можно повесить на дерево и загадать желание. Это вот такой традиционный болгарский праздник. Новый год. Вот тоже интересные традиционные обычаи. Это сурва. Сурвочки – это такие, как палочки, увешанные красивыми изделиями, такими блестящими. И детки ходят по домам, и их бьют сурвочками так по плечу. Вот этими изделиями, да? Да, да, да. Детки бьют или детей? Детей, детей бьют, да, да. Ну, так постукивают по спинке, по плечу. И деткам дарят сувенирчики, дарят вкусные вкуснятинки болгарские. А вот какие болгарские вкуснятинки? Расскажите. Ну, самое болгарское – это баница. А что это? Да, что это? Баница – это пирог, который очень давно, это традиционный болгарский пирог, готовится из простого теста, довольно-таки очень простое приготовление. В него входит брынза, и там интересное приготовление. Все скручивается такими кружочками, укладывается на противень, и вот таким образом оно получается как с маленькой улиточки, большая, и больше, 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 больше. Но самый основной продукт – это брынза. Это традиционное болгарское блюдо, поэтому вот из болгарских блюд это баница. Наверняка во многих, да, блюдах брынза присутствует? Очень во многих. Вообще, брынза болгарская, вот она даже у нас есть в Крыму, продается, так и называется – болгарская брынза. Интересно. Да. Да. Не встречу. Болгарский перец – это традиционное блюдо болгарское. Также из него готовят чушки, это запекается на открытом огне, можно в духовке. Ну, каждый по-разному готовит. В современной мире. А вы часто готовите вот такие блюда? Ну, можно сказать, баницу, вот тыквенник. Тукманник, мылину – это болгарские блюда. Ну, стараемся, да, готовить. Конечно, это с детства эти все блюда присутствуют в доме, и поэтому стараемся готовить часто. Вот сейчас на наш праздник будет представлена болгарская выпечка, будут представлены музыкальные и творческие коллективы, которые будут исполнять болгарские танцы, исполнять песни на болгарском языке, исполнять стихи на болгарском языке. То есть все это у нас идет вот по таким вот традициям болгарского. Сколько человек насчитывает симферопольская община болгаров? Вы знаете, у нас на данный момент не так уж много людей в нашей именно вот национальной культурной автономии. Ну, я считаю, что не самое главное – это количество людей, самое главное – какие мы активны, и сколько мы проводим мероприятий, и сколько ложится на наши пречи всех мероприятий, к которым мы участвуем в Республике Крым, и российские праздники, и праздники, связанные с Республикой Крым. Да, Елена Валентиновна, спасибо большое. Да, я уверена, что это очень вкусные блюда, о которых вы говорили, и вот традиции, почитание их – это прекрасно. А мы напоминаем, что сегодня в студии была Елена Стоева, председатель местной национальной культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и прямо отсюда переносимся в Массандру. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в настоящем кедровом лесу. Большая часть этих благородных деревьев была посажена здесь в первой половине 20 века. Сегодня можно сказать, что кедр полностью натурализовался, потому что прекрасно размножается самосевом. Вот здесь небольшая группка самосевных кедриков. Часть из них имеет традиционную зеленую окраску, а вот этот единичный экземпляр окрашен в сизый цвет и называется глаука. Однако далеко не все сеянцы станут деревьями. Одни вытопчут, другая часть не выдержит конкуренции с остальными растениями. Посмотрите, как в этом лесу себя хорошо чувствуют кедры. Вот этому самосеву, наверное, года три или четыре. Лет через 120 он будет большим и мощным деревом. Первоначально эти угодья принадлежали фамилии Воронцовых. Потом их выкупила царская семья. В советские годы здесь был организован санаторий для трудящихся, а потом резиденция для высших партийных чинов. Эти бетонные столбы – остатки ограждения сталинской дачи, которая располагалась на территории Массандровского дворца. Но интереснее всего арматура. Она без зазубринок. В таком виде ее выпускали до 1940 года. Удивляет качество выполнения работ. Спустя 80 лет столбы лишь частично разрушились, а местами даже сохранились целые участки колючей проволоки забора. Еще немного вверх и посреди леса появляются огромные каменные глыбы. Этот хаос сформировался в результате древних землетрясений. Волуны накатились друг на друга и образовали полости между собой. В 19 веке по заказу графа Воронцова в Навале вырубили ступени. А я предлагаю пройти в глубину этого грота, где находится алтарь. С ним связана одна очень интересная легенда. Согласно поверью, в этом подземелье императору Александру Третьему явился дух крымского святого иеромонаха Матвея. Он предсказал скорую гибель в железнодорожной катастрофе под Харьковом всей царской семье, но обещал отвести беду молитвами. И в действительности авария случилась, но никто серьезно не пострадал. В честь этого события император-миротворец велел в Массандровском гроте высечь крест и устроить площадку для моления. Ходы этих пещер очень лабиринтные, здесь легко заблудиться. Есть даже легенда о том, что где-то здесь располагается вход в пещеру, которая своими лазами уводит далеко в подземелье Массандровского дворца. Если не потеряться и выбрать правильную тропинку, то по каменным лестницам через гроты и арки можно выбраться на самую вершину. Вот мы и поднялись на вершину Массандровского хаоса. Здесь нас встречает можжевельник высокий, крымский эндемик четвертичного периода с уже созревшими шишкоягодами, потрясающая панорама Массандровского дворца и амфитеатр Ялты. От красоты и свежего воздуха кружится голова. Здесь главное не потерять равновесие. Слишком долго лететь до земли с каменных обрывов. Так что помним, техника безопасности превыше всего. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. А мы благодарим наших партнеров – компанию «Фавилла» и Академия архитектуры и строительства. Ну а наш эфир подходит к концу. Я хочу напомнить, что для вас сегодня в прямом эфире работали Стефан Филатов и Ирина Борилюк. До скорой встречи! До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!